Смотрите сегодня! Некопол бессмертный! Энергичный адвенчур с захватывающим сюжетом погружает в атмосферу Парижа будущего под управлением деспотичного правительства. Sims 2. Переезд в квартиру. Необычная для всех предыдущих аддонов концепция многоквартирного жилья, безусловно, освежила сериал. И самое интересное, специальный сюжет, посвященный одной из самых ожидаемых игр этого года. Спор. Это история развития жизни на земле по версии Уилла Райта. Не просто игра, игра в важности жизни. Всем привет! В эфире Сноуфак и я, Влад Лехов. Факт. Самая приличная передача на телевидении. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте. Проект Sims 2 по праву можно назвать одним из самых плодовитых и живучих сериалов игровой индустрии. С момента дебюта Sims в 2000 году было продано более 100 миллионов копий игры. И разработчики не собираются останавливаться на достигнутом. Уже в начале следующего года свет увидит третья часть Sims. А сегодня мы расскажем о восьмом по счету аддоне к Sims 2. Переезд в квартиру. Смотрим. Скорее всего, перед нами последнее крупное дополнение к Sims 2. Король умер. Да здравствует король. Вся игровая общественность, а уж симсоводы тем более, застыло выжидание зимнего релиза Sims 3. А в чем же нам предлагают полакомиться напоследок? Аддон Sims 2. Апартамент Life в России известный как «Переезд в квартиру». Целиком и полностью посвящен веселым будням симсов, антуража одноэтажных трейлеров или же фешенебельных квартир с зимним садом. Тут уж все зависит от платежеспособности вашего подопечного. Весь спектр развлечений прилагается. Разборки соседями по комнате, бесконечный шум за стенкой, где поселились хиппи со своей ужасной музыкой, скандалы с хозяином квартиры и прочее, и прочее. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видео и 2 ГБ на жестком диске. Наличие оригинальных Sims 2 обязательно. Игровой процесс не претерпел практически никаких изменений за исключением тех особенностей, которые связаны с жизнью в съемных квартирах. А именно, теперь вы обязаны вносить еженедельные платежи, ограничены в капитальной перестройке комнат, должны мириться с нравом соседей и по возможности самим не шуметь. Само собой, вы будете устраивать вечеринки ночами напролет, а на утро долго и нудно объяснять соседям, что готовились всю ночь к экзаменам, а шумел ваш сосед сверху. Наша оценка геймплея — 5 баллов. Графическая игра также почти не изменилась. Все тот же движок с тем же набором текстур и полным неприятием Next-Gen технологий. Однако, как и во всех дополнениях Sims 2, переезд в квартиру разжился новыми предметами интерьера. Впрочем, это скорее косметические изменения. В общем и целом, полный застой. Наша оценка графического оформления — 3 балла. А вот звук на высоте. Особенно порадовали новинки в музыкальном центре. Предлагаем вам заслужить композицию из категории Heavy Metal. Наша оценка звука — 5 баллов. В сухом остатке имеем классическое дополнение к великой и ужасной Sims 2. Надеемся, что многоуважаемый Electronic Arts более не будет мучить фанатов недоделками и выпустит уже на свет позже третью часть своего шедевра. А пока что будем развлекать своих симсов в фунтураже многоквартирных домов. Для наших игроков это на порядок актуальнее, нежели для буржуев, привыкших жить в отдельных особняках. Наша общая оценка Sims 2 — переезд в квартиру — 4 балла. Необычная для всех предыдущих аддонов концепция многоквартирного жилья, безусловно, освежила сериал. Теперь вместо обустройства громадных пентхаусов мы боремся с шумом соседей за стенкой, а все бытовые проблемы решаем не самостоятельно, а чуть-чуть то звоним хозяину квартиры. В игре появилось много новых нюансов, и некоторые из них способны завести в тупик. Чтобы такого не случалось, смотрите наши ответы на ваши вопросы по игре Sims 2 — переезд в квартиру. Первый вопрос. Я нашел квартиру, которая стоит целых 5 тысяч в неделю. Что же мне, работать только на жилье и ничего не покупать? Отвечаем. Если ваш сим живет один, то другого выхода нет. Однако вам никто не мешает обзависить соседам по квартире. К тому же обычно такое дорогое жилье раскидано по двум, а то и по трём этажам, не считая гаража. Будет где разгуляться. Следующий вопрос. Мои соседи — университетская молодёжь. У них есть дурацкая привычка — устраивать вечеринки в формате дискотеки. А моему Sims'у рано вставать на работу, и из-за их шума он совсем не высыпается. Ругань и стук в стену не помогают. Как мне с ними сладить? Отвечаем. Если такие радикальные средства, как стук в стену и жалобы хозяину квартиры, не возымели действия, то самым простым выходом из такой ситуации — поставить кровать Симы к противоположной стене. А лучше вообще перенести в другую комнату, если такая имеется в наличии. Следующий вопрос. Могу ли я сам строить квартиры, а затем сдавать их в наём, получая таким образом навар? Отвечаем. Да, в редакторе томов вы можете строить квартиры, однако принадлежать они будут муниципалитету с представителем в виде виртуального хозяина. Записать эту квартиру на счёт вашего Сима и снимать таким образом пенки не получится. В игре просто-напросто не предусмотрено такой возможности. Адвенчура «Никопол. Бессмертная» вышла в августе 2008 года. Сюжет игры взят из комикса-трилогии «Никопол». Первая книга повествует о космонавте, пролежавшем 30 лет в анабиозе. Таким образом, он попадает в Париж будущего. Контролируется город, как и вся Европа, нацистами. В небе висит огромная пирамида с бессмертными египетскими богами, которые обеспечивают поддержку нацизму в обмен на топливо для корабля. Заключив союз, оступившим от собратьев бога, «Никопол» начинает бороться с гнётом властей. Первая сцена разворачивается на съёмной квартире Алкида Никопола. Перед входной дверью вы находите записку от Гаргона, который возглавляет местную оппозицию. Из письма вы узнаёте, что для вступления в подполье вам нужно прибыть в указанное место и принести портрет отца. Нарисовав портрет, выходите из квартиры, встречаете в подъезде монстра, который пришёл за вами. Обманув зверюгу и пробив молотком дыру в стене дома, в водосточной трубе спускаетесь на улицу. На такси добираетесь до места встречи, там потрёпанный старик даёт вам инструкцию по созданию ритуальной комнаты. Несмотря на жанр квеста, сюжеты забилуют активными сценами. Скрыться от полиции, снять охрану из снайперской винтовки, столкнуть два поезда в метро. Системные требования к игре следующие. Процессор на частоте 2,2 ГГц. Видеопамять 128 МБ. 500 МБ оперативки и 2,5 ГБ на жёстком диске. Игровой процесс очень энергичный. Загадки несложные, но требуют внимания и сообразительности. В основном прикладные задания. Что-то скрыть, смешать, нарисовать. Цифровых вычислений почти нет. Игра затягивает от первой до последней минуты. Постоянно поддерживается связь с общим сценарием. За геймплей Никопол получает 4 балла. Графическое исполнение на высоте. Меню составлено на фоне подробной панорамы города. Локации нарисованы в стиле киберпанк. И напоминает недавно прогремевший сублюструм. Элементы квеста не выделяются ничем и логично расположены в интерьерах. Заслуженные 4 балла за внешний вид. Музыкальное сопровождение в основном состоит из интершумов. Голосов за окном, ветра, рыка монстров. Только во времена тяжелых раздумий включается ритмичная музыка. Когда я его видел в последний раз, он был встревожен. 4 балла за звук. Качественная, проработанная и логичная адвенчура в необычном антураже. Соединяет в себе квест с элементами шутер-экшена. Представлено великое множество самых разнообразных механизмов и ситуаций. Общего подхода к решению задач здесь просто нет. Лучше всего внимательно рассматривать пространство вокруг себя и руководствоваться логикой. В итоге твердые 4 балла получает игра Никопол Бессмертная. Распутывая политические интриги правительства и богов из пирамиды, ваш герой будет медленно, но верно продвигаться к своей цели. На пути вам придется решать много прикладных задач. Цифры расчеты здесь редкое явление. Создана игра на студии Бенуа Сокаля, White Birds Production, которая совсем недавно презентовала нам детективную историю Sinking Island. А теперь ответим на вопросы по прохождению. Вопрос. Застрял в самом начале. Как убежать от монстра? Отвечаем. От него не убежать. Надо заманить его в комнату и запереть там. Напротив входной двери есть железная труба. Заблокируйте дверь, это даст возможность дойти до комнаты. Двери комнаты скрепите цепью, зажгите ладан. В студии снимите подъемником камень со шкафа. Затем надо снять цепь, быстро вернуться в студию и переставить шкаф. Прежде чем выходить в гостиную, положите камень обратно на полку для надежности. Из гостиной подойдите к комнате, в которой сидит зверюга, и закройте двери на цепь. Вопрос. Я воспроизвел порядок рисунков на стенах, но где найти недостающие плитки на пол? Отвечаем. На место расколотых плиток нужно положить предметы, которые были изображены на них. Соль можно найти на замороженном трупе, прямо напротив входа в морозильник. Урну с прахом купите в торговом автомате, а две монеты для автомата найдете в ящике для пожертвований. Вопрос. Я пролез из метро-туннели на контрольно-пропускной пункт. Спиной ко мне стоит охранник. Как мне с ним быть? Отвечаем. Слева есть розетка. Вытащите из нее штекер. Затем ножом обрежьте шнур и вставьте штекер обратно. Поднимите оголенный конец провода и примените на охранника. Он упадет. Не забудьте спрятать труп. Всего доброго. Смотрите далее. Специальный сюжет, посвященный одной из самых ожидаемых игр этого года, а спор. Это история о том, как зарождалась жизнь по версии гениального Уилла Райда. Смотрите далее. Специальный сюжет, посвященный одной из самых ожидаемых игр этого года, а спор. Это история о том, как зарождалась жизнь по версии гениального Уилла Райда. Этот вопрос можно считать для людей самым главным. Ответ на него искали во все времена. Сегодня существует огромное количество самых невероятных версий и предположений. Но никто не знает наверняка, как зародилась жизнь. Три буквы, которые вы можете наблюдать за моей спиной, обязывают меня отвечать даже на самые каверзные вопросы. И сегодня мы расскажем вам о том, как зародилась жизнь в вашем компьютере. Давным-давно и даже еще раньше, когда солнце светило в сто раз теплее и ярче, из вечной темноты и сердца вселенной на землю свалился здоровенный булыжник. Так начинается игра «Спор», над которой сотрудники студии «Максис» и компании «Электроник Артс» трудились шесть лет. Так начинается история нашего виртуального существа. Из этой маленькой глазастой амебы игроку предстоит вырастить целую цивилизацию. Любое действие на пути и развитие будет самым кардинальным образом менять внешний вид и судьбу этого существа. Пока наш прожорливый друг может только поедать зеленые водоросли и собирать новые запчасти для своего будущего тела. Чтобы завести потомство и прокачать лопоглазого, мы издаем брачный зов и... О, чудо! Находим точно такого же карапуза или карапузиху. Страсть двух амеб приводит нас в так называемый редактор существ. Здесь мы определяем, каким будет следующее поколение. Набранных очков хватает на новые челюсти, которые позволяют нам есть не только водоросли, но и маленькие кусочки плоти. Здесь же можно подобрать своему существу новый окрас. Итак, первое поколение лопоглазых готово. Возвращаемся в жестокий мир первородного бульона и первым делом проверяем новые челюсти. Ничто не сравнится со вкусом свежего мяса. Спустя несколько миллионов лет эволюция четвертое поколение нашего существа уже не выглядит таким беззащитным. Мы обозавелись шипами, научились выделять яд и даже убивать других водоплавающих. Пришло время выбираться на сушу. Но прежде чем наш колючий и ядовитый пращур сделает первые шаги, нам нужно его слегка отнинговать. Первым делом прикручиваем ему ноги. По-моему, неплохо получилось. Отбрасываем ненужные атавизмы. Так, теперь голову повыше. Ядовитую железу сдаем в секонд-хенд. Вот, другое дело, теперь и на суше появиться не стыдно. Всплываем. Собравшись силами, лупоглаза отрастили себе ноги и вышли на берег. Впереди бежал предводитель. Но даже он плохо себе представлял, что ждет их на этом берегу и как далеко они смогут уйти от воды. На этот вопрос нам ответит история. Весь предыдущий этап зафиксирован на графике эволюции, где учтено каждое наше движение. На суше главной задачей станет взаимодействие с другими созданиями и поиск запчастей для нашего нового тела. Вот, очень кстати нашлись руки. Приделать их еще успеем, а пока пойдем проведаем наших новых соседей. Вот они. Длинные, зеленые и очень маленькие. Кстати, большая часть существ в спор создана самими игроками. Эти невероятные создания автоматически подгружаются посредством глобальной сети. Таким образом, нашего желтого лупоглаза кто-нибудь из вас может запросто встретить в своей игре. Правда, для этого понадобится лицензионная версия. Соседями мир. Возвращаемся в гнездо, где нас уже ждет возлюбленное. Пришло время завести потомство, а заодно и прокачаться. По прежней схеме попадаем в редактор существ, где наконец одариваем нашего подопечного руками. Проводим косметический ремонт кистей, ступней, избавляем от шипов и приделываем ему очень симпатичный хвостик. Каждая деталь нашего нового существа имеет свое значение. Хорошие ступни помогут подружиться с теми, кто любит танцы, а когтистые лапы сделают нас непобедимыми в бою. Обучение основным навыкам окончено, и наше новоиспеченное потомство готово отправиться дальше. Впрочем, подружиться удается не со всеми. Некоторых особо привередливых существ бывает гораздо проще убить, нежели танцевать перед ними. Заодно и подкрепиться можно. Со временем мозг наших лупоглазых созданий достигает таких размеров, что в нем начинают появляться самые невероятные мысли. Впрочем, без некоторой стимуляции мозговой деятельности тут не обошлось. По завершении этого этапа мы больше не сможем изменять внешний вид существа. Его тело окончательно сформировалось. Зато нам предстоит подобрать ритуальный наряд для нашего племени. Каждая его деталь важна не меньше, чем форма тела и количество зубов самого дикаря. Например, маска может вызвать агрессию или наоборот способствовать общению между племенами. Похоже, что наши подопечные научились пользоваться подручными материалами и строить дома. Но главным испытанием для них станут непростые взаимоотношения с другими племенами. Кроме того, на третьем этапе жанр игры резко меняется. Если раньше это была РПГ, то теперь перед нами настоящая стратегия в реальном времени. Мы можем выделять наших дикарей рамкой, отправлять их и добывать ресурсы, завоевывать или налаживать дружеские отношения с другими племенами и даже строить новые здания. Неуклюже взяв руки дудочки, двое дикарей расположились позади вождя. Размахивая руками, он кое-как объяснил фиолетовым, чего от них хочет. Своим вождь приказал дудеть, то есть мочи. Приятными эти звуки назвать было сложно, но фиолетовые вдруг радостно запрыгали и стало ясно, что все обошлось. Выступление оценили на все 10 баллов. В знак своей дружбы союзники даже преподнесли нам новый фрагмент для тотема. Деревенька разрослась, и у нас появились первые враги – племя розовых. Но несмотря на эту кровавую страницу в племенной истории наших существ, остальные три маски мы заработали исключительно мирным путем. Захватив таким образом весь континент, наши подопечные собрались вместе и стали решать, что делать дальше. Объединив идеи всего племени, вождь решил основать большой, красивый город, а в центре – возвести высокую ратушу. Да что там ратушу! На этапе цивилизации можно самим сконструировать автомобили, корабли, самолеты, определить архитектуру различных зданий для нового города и заняться его благоустройством. Как и прежде, каждая деталь имеет свои функциональные особенности. Например, вот этот громкоговоритель на крыше автомобиля поможет нам в религиозном воздействии на другие цивилизации. Для наших подопечных наступила новая эра – эра высоких технологий. Им предстоит нелегкая борьба за единственный на этой планете ресурс – пряности. Извергающие оранжевые дым шахты необходимы для производства военной техники, авиации, постройки флота и возведения новых зданий. Но что еще интереснее, бороться на этот раз мы будем себе подобными существами. Наши лупоглазы разделились на несколько государств, и задача игрока – усыновить на всей планете господство одной единственной цивилизации. Новейшие элементы психологического воздействия позволили цивилизации желтых безболезненно захватывать целые города. Гигантские голографические модели проповедников проецировались прямо над поселением противника. Их размер и низкий голос заставляли людей падать в ниц и принимать захватчиков, как старых друзей. Добившись планетарного господства, наши существа решили отправиться в космос. Заврав команду из троих смельчаков, они были готовы запустить первый космический корабль. Самое время вспомнить, как в таком же редакторе еще совсем недавно мы приделывали нашим существам ноги и руки. А теперь вот мастерим для них целую космическую станцию. Зато теперь можно дать волю воображению. Все элементы космолета равнозначны, и создавая модель, вы не сможете поменять его характеристики. Вот такой вот у нас получился пепелац. Ну а что, мне нравится. Консервная банка стартового комплекса должна была развалиться на части, но все сложилось как нельзя лучше. Опустившись в шахту, она вытолкнула наружу новенький, яркий и только что построенный корабль. Выйдя в верхние слои атмосферы, он замер и мягко завис над планетой. Приколов на грудь значок капитана, мы отправляемся покорять вселенную. Но теперь это уже совсем другая игра. Стратегия в реальном времени на данном этапе незаметно превращается в настоящий космосим. Империя Ласкар разорвала с нами торговые отношения и требует большего внимания. Приходится проложить курс в их звездную систему Аргис и выяснить в чем дело. Прибыв на планету союзников, мы подобрали артефакт, за что получили ракету в борт и смылись на высокую орбиту. Но на дипломатических отношениях это происшествие, к счастью, никак не сказалось. Ласкары попросили нас истребить на планете Устрита, зараженных особей из вида длина шеи их гру. Дело, в общем-то, пустячное. Поджарив нужных существ, мы уже было собирались вернуться за наградой, как вдруг пришло сообщение, что неопознанные корабли напали на планету Акаик. Вернувшись на Аргис, мы выяснили, в чем дело, и отправились выручать Ласкаров. Бой был непростой, но наш корабль выдержал огонь неприятеля. Сбив три или четыре пиратских судна, мы вернулись на Аргис победителями, и ласкары заключили с нашей империей не только пожизненное торговое соглашение, но и военный союз. Путь развития здесь, как и прежде, выбирает сам игрок. Вы можете дотла сжигать все встречающиеся на пути империи, а можете подчинять их путем сближения и торговых союзов. Конечная цель космического этапа проста — добраться до центра галактики. Правда, времени на это придется потратить не меньше, чем на все предыдущие ступени развития. Рады были помочь вам в прохождении игр. Меня зовут Влад Лехов. Это был Фак. Совсем скоро мы снова увидимся, а до этого заходите в форум на сайте муздефиств.ру. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.muzdefistv.ru. Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. А теперь, внимание, канал Муз-ТВ и программа Фак объявляет конкурс на должность ведущего. Мы все еще ждем ваших писем. Если вы молоды, красивы, талантливы, учитесь в институте и разбираетесь в компьютерной индустрии, то отправляйте свои резюме на нашу электронную почту faqsobaka.muzdefistv.ru. Тема — конкурс. Не забудьте про фотографии. Без них письма рассматриваться не будут. До скорого. До скорого.